всем привет youtube привет вот приехала такая машинка ко мне в гости красивая называется джета она тут и родиком обиженная у нас вот и чуть-чуть и чуть-чуть чуть-чуть баднули я такая вот фигня здесь тоже крылышко побита чем-то цепанула фараон там залезла что там ходуном ходят с подсветкой теперь виднее побитые вот они зубы вот защелки отломанные ну и тут вот так немножко 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 и подрихтовали ну что сейчас будем смотреть что можно сделать одновременно и град вот он он виден я тут каждую градину снимать не буду но град у нас прошел мои зрители как говорится знают что град серьезный прошел машинки побила вот будем заниматься сразу все в одном флаконе и градом и неградом вот так что вот такая вот машинка у нас volkswagen и volkswagen интересный это удивительно интересная машина у них вот эти шкурки снимаются вот здесь и снимаются эти шкурки наружу вот на дверях сейчас на современных машинах которые более свежего разлива уже этого к сожалению нету ну вот ладно приступаем потихоньку будет отдельное видео там разборка дефектовка и прочее вот это для того чтобы там не было вопросов потому что допустим сняли поставили капот и поставили его на место вот они зиться с капотом он у нас тут был в липком в чем-то видно под деревом стояла машина заляпала и и все видно с почек что-то какая-то липкая масса капает вот вы мыли его шампунем сейчас вытрем посмотрим что будет дальше все равно его мыть спиртом обезжиривать чтобы вдруг придется вот здесь вот где нету доступа есть такие места на капоте где нет доступа придется работать клеем чтобы не было проблем ну чтож капот вымылся удачно слава богу вот бывает иногда вот этот клей который падает с деревьев такой же но ничего не сделаешь слава богу в этот раз мне повезло маленькие следы вот остались какие-то но это возможно еще сейчас замоем спиртом чуть-чуть его полирну конечно же чтоб удобнее было работать слегка вторым номером чтобы такую легкую пленочку снять вот этот налет потому что вот рукой вводишь его слышно что он шуршит как будто от шкурки говорит о том что машина явно уличного хранения когда она вот так шуршит ну будем надеяться все будет в порядке также пришлось помыть конечно же для удобства работы изнутри все тут отмыть оттереть потому что потому что потому надо чтобы было чисто и работать было аккуратно они также снаружи помыли а внутри полез и по самую локоть в резюку вот такой капотик у нас образовался теперь его раскрепляем и вперед очередной этап работы дефектовочка небольшая легенькая что надо доделать тут допустим вот в этой части вмятинки они находятся под жесткостями сейчас надо будет обрезать мастику она тут такая упертая у нас вот жесткая на капоте иначе выпрямлять невозможно вот тут несколько вмятин это вот от камней виден прям пальчик ну как бы я посмотрел краска не сильно потрескалась чуть-чуть его поправить можно в этом плане надо быть аккуратными потому что можно выправляя вмятину потрескается лак покрывной и будет дефект более виден а вот такие вещи я советую можно либо красочкой тампануть либо просто даже закрасить черным фломастером тачкануть так и будет менее заметно перекрашивать за из-за этих сколов там если 235 на весь капот смысла нету правильно ну вот продолжаем работу очередная так сказать стадия подефектовал и занимаемся дальше легко подефектовали капот задней или багажник кому как больше нравится вот это как говорится не важно тут в одном месте только приколюха вот такая как бы сразу в кучу три штуки стальная как бы такие блэм 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 с разбегом вот еще раз сниму вот линия видно ну не страшно в принципе можно сделать ну вот очередной этап завершён работы капотик сделан сейчас что надо сделать взять пройтись трезаком с водичкой чуть-чуть вот она на это трехтысячная шкурка и полирнуться чтоб он не было такой матово замытый затертый вот собственно и все с капотом полируем и ставим на место еще маленькое пояснение вот здесь есть мягкая подложка потому что тут есть всякие кромки и прочее где можно так сказать накосячить поэтому мягенько без фанатизма берем чуть шлифуем там снимаем может быть пол соточки поверхностного лака и потом полирнем панирует он будет Играет музыка. Вот как мы видим, тут такая отработка как бы течет, срезается немножечко, становится чуть матовым поверхность. То есть мы ее так выравниваем. Но это все будет делаться крест-накрест, потом чуть-чуть по диагоналям. То есть растушевать это все. Ну ладно, снимать тут особо нечего, я рассказал уже, поехали дальше. Сейчас автофокус наведется. Вот такая вот муляка. Получается здесь и грязь, и пыль, и налет, и как бы частички лака старого. Вот, все, берем, замываем. И полюбим. Не сильно мы его пошлифовали. Любимая мендзерна моя. Вот еще старого разлива. Это вот такого она, ПГ-1000. Берем, и даже после первого номера уже видно, видны следы, конечно, еще я ничего не протирал, не вымывал полироль. Вот, налет этот, как бы, даже руками он стирается, эти разводики. Вот, но уже видно, что капот подвыровнялся и, как бы, не зря это все делалось. Сейчас продолжаем второй номер. Дальше третий. И будет все нормально. Нам не на выставку, конечно, но уже. Даже непротертый капот после первого номера видно, что все нормально. Следующий этап. То же самое. Вторым номером повторяем. С помощью волшебных тряпок. Вот таких вот. Располировал. Немножко, конечно, они грязноватые, но... По-моему, неплохо. Очень-очень даже блястит все. Сейчас откроем дверь, посмотрим, как на улице будет. Вот так вот будет это все на улице выглядеть. Вот так вот. Долго умеючи, или недолго умеючи. Можно привести капот в порядок. Конечно, это не идеал. Ну, вот я глазом-то вижу. Вот и царапушки, и прочее. Ну, машина, извините, седьмого года. Не может она быть идеальной. Лакокраска. Но, тем не менее. Все, что можно было выправить, выправлено. Вот, отполировано. Все чудесно. Да, на крыльях тут, вон, на стойках тоже есть. Ну, вот как-то так выглядит. По идее, на очереди крыша пока добро не получено. На очереди, по идее, будет вот такой багажник тоже побитый. Тут немного, всего лишь я 46 штук увидел. Но уже это для меня немного. Вот так вот выглядит издаля. Все блястит, отражается. Расчут. Продолжение следует...